В этом коротком видеообзоре мы с вами рассмотрим, как правильно установить карниз для шторы после проведенного ремонта в ванной комнате. Но для начала немного предыстории. На сегодняшний день в продажах существует широкий ассортимент карнизов для ванны. К примеру, это дешевые, пластиковые, металлические, двойные, угловые и так далее. Также можно применить и такой вариант, когда просто приобретается хромированная труба, и обратите внимание, во сколько она примерно вам может обойтись в цене. И к ней отдельно еще приобретаются примерно вот такие вот держатели. Но это опять-таки как вариант на вкус того или иного потребителя. И не забывайте, что при таком варианте установки карниза вам придется просверлить по три отверстия с каждой стороны в плитке для крепежа держателей. В нашем же случае нами был приобретен, так скажем, средненький вариант телескопического карниза, выполненного в металле под цвет верхних рядов плитки в ванной комнате. Отдельно были приобретены кольца для шторы тоже такого же цвета и штора для ванны, где преобладал тот же самый цвет. А теперь давайте посмотрим, что из этого всего в итоге получится. Итак, приступим к установке карниза. Покручивая вторую половинку карниза против часовой стрелки, тем самым выкручиваем ее, чтобы длина карниза в итоге совпала с длиной помещения. Затем нужно выкрутить еще плюс порядка 30 миллиметров и далее можно установить карниз в распор, предварительно вставив в карниз кольца для шторы. Карниз устанавливается равномерно с каждой стороны от лицевой стены, плюс учитывая и высоту самой шторы. В общем, в итоге будет вполне достаточно и 15 сантиметров, чтобы штора заходила на ванну. Результат, как видите, налицо и в итоге, думаю, получилось все довольно-таки очень даже неплохо. Да и цвета сочетаются как нельзя лучше. В общем, чего и хотели изначально добиться. Одним словом, поставленная цель достигнута. И, возможно, именно такой вариант для многих из вас впоследствии и послужит примером после проведенного ремонта вашей ванной. Ну и на этом, друзья, у меня, пожалуй, на сегодня все. И мне остается с вами лишь попрощаться и, как всегда, пожелать вам только качественного ремонта в ваших жилищах. Не забывайте подписываться на мой канал, чтобы не пропустить интересные и познавательные видео. Также вступайте в мою группу ВКонтакте. Ссылка на группу будет в описании под этим видеороликом. Обращайтесь. Всего вам доброго. И до новых встреч на моем канале, друзья. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok